Здравствуйте, друзья! Несколько дней назад я сделал контроллер для изготовления копченых колбасных изделий. И пару дней попробовал, испытывал и нашел некоторое количество ошибок в работе контроллера. Там есть критическая ошибка такая. И еще вот этот Владимир Фролов по алгоритму работы сделал контроллер, просил там еще кое-какие изменения делать. Вот это все я сделал сегодня, модернизировал немножко. И сейчас, наверное, это уже окончательный вариант будет. И еще отвечу на некоторые вопросы, которые задал пользователь. Давайте сначала вот отвечу на вопросы. Так, здесь вот Дмитрий Тарасов мне говорит, дайте ссылку на первоисточник алгоритма копчения, а то непонятно, надо ли там добавлять ДИМ, АЧП и какая должна быть камера копчения, какие характеристики высоковольтных блоков питания. То есть, вот это то первоисточник, первоисточник алгоритма работы этого копчения. Мне вот этот предложил Владимир Фомин, вот он по его алгоритму я сделал это как бы. Видимо, человек занимается этим делом и знает, как что делать. Вот как он просил, я так и делал. По поводу высоковольтного, вот этого, высоковольтный блок питания и в интернете очень много. Надо высокое напряжение до 20-30 тысяч вольт. Множество вот таких схем и кроме того, вот сам Фомин мне дал ссылку, вот типа такой есть, от срочной развертки телевизора. Как делать, ну тут надо немножко изменить, там, по-моему, полярность надо тут поменять, вот тут умножитель. Я так не читал, но схема я ссылку оставлю под видео. И кроме того, я так понял, он мне ответил, но видимо у него другой. Он напряжение меняет от 12 до 24 вольта, вот у него видимо там другой стоит. И там на выходе от 15 до 30 киловольт получается, типа так. Так, теперь по поводу камеры, вот как он, я спрашивал ему, он делает из холодильника, из корпуса холодильника. Конечно, там дым должен, так, дым отщепить должна быть, ну дым туда попадается во время, и вот это, когда сам этот процесс заканчивается, варенье, после статику, когда надо выключать, вот тогда и дым подается туда. Так это, и еще он тут спрашивает, можно от старой микроволновой печи взять верхний тень использовать для прогрева. Я думаю, что вот, наверное, можно взять верхний тень, но не пойдет над тень, чтобы внизу было, я так думаю. И еще штатный трансформатор от магнитрона, чтобы подключить к колбасе, я думаю, это не подойдет. Тут напряжение где-то около 4 киловольта, а сколько я знаю, не больше 4 киловольта, а там это 15-20 тысяч. Надо, это, наверное, не подойдет. Так, и еще ровки пишут, что не очень удобно, наглядно, с таким индикатором, с клавишем. Ну, индикатор это не я выбрал, вот мне просили, вот я так и делал. Конечно, здесь можно и андроид-устройство, на андроид-устройство делаться, то есть планшет подключить, и все это тоже будет работать, но как мне просили, я так и делал. Так, теперь, вот вроде я все вопросы ответил, давайте посмотрим видео, я извиняюсь, там видео я рассказываю, там какие ошибки были, как я его исправлял, и кроме того, там алгоритм работы немножко уже другой стал. Давайте посмотрим видео, потом в FL-prog покажу, что я там изменил. Итак, друзья, возвращаясь к контроллеру для изготовления колбасных изделий, сделал модернизированный вариант, там некоторые ошибки были, исправили ошибки. И сейчас этот второй вариант уже показываю, как это все работает. Может кто-то из вас не увидел первое видео, поэтому я опять сначала расскажу, как все это работает. Так, теперь про самые главные ошибки, которые там были, они предусмотрели. Там на первом варианте статка, когда включается датчик температуры в изделии, вот ТС-18П20, который меряет температуру в изделии, то есть внутри колбасы мерит. Если статка включать 20 тысяч вольт, подать, конечно, мгновенность видит из строя, там никакой изоляции не видишь, там 20 тысяч вольт, то 30 тысяч вольт доходит. Поэтому здесь что-то, это после, как стал внимательно посмотреть, понял, что здесь надо что-то изменить. И сейчас алгоритм работы изменили немножко. Когда статика включается, то есть высокое напряжение подается до тех пор, пока вот этот датчик оттуда не вытаскиваем. Датчик вытаскиваем, потом этот, на кнопку один нажимаем и пуск происходит. Статика включается, высокое напряжение. Кроме этого, там еще защиту предусмотрел, если двери в камере открывать, то там высокое напряжение будет опасно для жизни, наверное. Но чтобы вот этого не было, когда двери открываем, на дверях конечник стоит, и высокое напряжение отключается автоматически. Если двери открыты, там высокое напряжение подается. Типа так, и кроме того, несколько мелких ошибок было, после вот, когда испытывал, это все устранил. И кроме того, тут еще модернизированный вариант добавил вот такой этот момент. Когда статика включается, ну, как Владимир Фомин мне просил, вот это его алгоритм работы. Он мне просил сделать так, что вот статика, когда включается, он включился 30 секунд, включился 30, отключился. И так в течение вот всего времени, сколько статика будет. И была возможность это регулировать в секундах, то есть во время работы, чтобы можно было там больше, меньше делать этот момент. И вот я сделал так, теперь давайте посмотрим, как это все работает. Это здесь контроллер, два реле. Один, вот это реле включает, тень, включает, тень. Или можно шим-режим, здесь шестой выход, еще есть шим, можно, если у вас там этот, есть диммет, можно шим-режим подключать, не через реле питаться. Но шим-режим, это очень большие помехи будут создаваться, сети, надо фильтры еще сделать. Так, второй реле служит для статики. Включается статику, так, четыре кнопки. Первая кнопка у нас, этот, нажимаем, пуск происходит. Нажали, больше трех секунд держали, отключается, полный сброс происходит. То есть мало что ли вдруг во время работы хотите выключить, что-то не так пойдет. И кратковременно нажимаем, включается, нажимаем, около трех секунд, или сколько там, держим, выключается. И кроме того, когда статика включается, вот тогда, вот когда датчик вытаскиваем из изделия, и после вот надо опять нажать, вот этот первый, и статика включится. Здесь три светодиода. Красный светодиод, это аварийная ситуация, когда температура в изделии больше 72 градусов, звуковой сигнал издается, и светодиод красный мигает. Зеленый, когда мы включаем, пуск производим, изначально включается режим предварительного подогрева, как бы, до 50 градусов нагревается камера, и этот момент, вот, зеленый светодиод мигает, 50 градусов будет, перестает мигать, зеленый загорается, и время пойдет. Первое время 30 минут, через 30 минут режим меняется, переключается на 60 минут, где-то час 60 минут нагревается, держится температура 60 градусов, после 70 градусов опять держится температура в течение часа, после 80 градусов начинает нагрев камеры до 80 градусов, и в этот момент температура в камере увеличивается, увеличивается, и как температура внутри изделия 67 градусов, вот этот первый датчик показывает, вот этот датчик уже в камере температура, а это внутри изделия, как больше 67 градусов становится, обогрев выключается, и включается статика, то есть, должен включаться статика, но статика не выключается, светодиод, вот этот синий, начинает мигать, и звуковой сигнал издается, это означает, что пора вот эту статику включить. В этот момент надо датчик вытаскивать, датчик изделия надо вытаскивать, чтобы не этот испортился датчик, и двери закрываем, двери закрываем, здесь вот, конечно, нету, я вот эту проволоку сюда соединял, это означает, что двери как бы закрыты, то есть, двери закрываем, и кнопку нажимаем, первую кнопку нажимаем, пуск происходит, статика включается, реле питания на высоковольтную, вот это напряжение на изделии подает там, 30 секунд включается, 30 отключается, и это можно регулировать, можно регулировать там, ну это сколько надо будет, там во время работы можно, до работы можно регулировать, но изначально будет 30 секунд как бы, и статика, статика по времени, там можно ставить 30 минут, 120 минут, 60 минут, кроме того, четвертый режим можно самому выбрать, сколько минут ставить, вот принцип работы такой, давайте теперь посмотрим, как это, здесь давайте сменим, вот третью или четвертую кнопку нажимаем, экран светится, там в течении, сколько, по-моему, 20 секунд, если ничего не делать, опять это выключится, здесь, первая температура, это температура в камере, вторая температура в изделии, так, вторую кнопку нажимаем, входим в меню, здесь, первый, это моды, то есть, здесь показывает время статики, 30 минут стоит, отсюда можно сделать 60 минут, 120 минут, а четвертый режим, одна минута стоит, но там можно это, все можно регулировать, как бы, можно там регулировать, сейчас у нас в четвертом режиме остался, то есть в четвертом режиме будет работать, одна минута будет статика, так, теперь статика в секундах можно регулировать, давайте меньше сделаем, 5 секунд сделаем, чтобы там все работало, так, 5 секунд, выключенное состояние, так, и включенное состояние тоже 5 секунд поставим, и 5 секунд включенное, так, и включенное состояние, так, это, это, так, то остатка, сейчас у нас будет минута включаться, 5 секунд включится, 5 секунд выключится, и в этом режиме будет работать, сейчас отсюда выйдет, там секунд 20 стоит, по-моему, и можно пуск сделать, так, теперь, вот здесь, первую кнопку нажимаем, пуск происходит, пуск произошел, здесь этот реле включился, то есть это обогрев включился, светодиод мигает, зеленый, не знаю, там, провода не мешают, мигает, и предварительно нагрев камеры происходит, до 50 дойдет температура, уже время пойдет, я по 5 секунд там ставлю, но, да, там это 30 минут будет, ну, это, на самом деле, скетчер, 30 минут будет, второе время, час, еще час, потом этот, и здесь показывает, вот, температура в каком режиме, вот 50, потом время пройдет 60, будет 70, 80, и столько здесь показывает, столько должен держаться в камере температура, здесь статика выключена, стоит на, на, на одной минуте, давайте теперь нагреем датчик, и посмотрим, что происходит, я паяльником нагреваю, вот как 50 будет, это перестанет мигать, и время пойдет, 5 секунд, будет, но на самом деле 30 должно быть, сейчас температура увеличивается, 40, сейчас 50 будет, так, обогрев выключился, и светодиод включился, температура уже 60, 70 должен, ну, здесь быстро по 5 секунд, но там этот, на самом деле, несколько часов это будет, так, теперь температура дошла, в изделии температура должен подниматься, вот поднимаем температуру в изделии, вот как этот, 67, больше 67 градусов будет, статика должна включиться, то есть обогрев выключится, и статика должна включаться, так, здесь очень много, поэтому, вот это, звуковой сигнал был, но, статик он не успел включить, там надо, чтобы 5 секунд, держался температура, чтобы статика включился, давай еще раз нагреваем, там просто, аварий не включается, быстро, 5 секунд, вот надо 5 секунд, вот, авария включился, и статика, авария сейчас, это, выключится, там температура выше была, но статика будет, до тех пор, пока, датчик оттуда вытаскиваем, вот этот датчик, с изделия вытаскиваем, и нажимаем на пуск, пуск нажали, статика включился, но это включится, когда дверь закрыта будет, так, теперь, реле 5 секунд, там я не знаю, 5 секунд поставлены, вот выключился, 5 секунд включится, 5 секунд выключается реле, то есть питание статики, мы ставили 5 секунд, вот сейчас, и через минуту вообще выключится, будет так работает, вот 5 секунд включена, 5 включена, вот таким образом, этот контроллер работает, я думаю, уже ошибки все исправили, которые были, обнаружили, не знаю, если что-то выяснится, опять, но, после вот этой минуты работы, а на самом деле, там 30 минут должен, час должен, полностью вырубается, и здесь это финиш, то есть второй раз уже можно загрузить, изделие и заново запустить, все вырубился, вот таким образом, это все работает, остальные на компьютере, объясню. так, я там в одном месте оговорился, сказал, что вот это вырубается, через 20 секунд, но на самом деле, там, по-моему, 3 минуты стоит, или 5 минут, скорее всего, 3 минут, я сейчас забыл, сколько времени оставил, то есть, здесь никакую кнопку не нажимать, LCD дисплей, отключается, как бы, через 3 минуты, сколько я помню, так, теперь давайте посмотреть схему, вот схема, то точно такая же, как в прошлый раз, то только здесь, вот этот конечник добавил, нормально разомкнутым контактом, конечник надо, и этот, подключается к, аналоговому входу, А0, туда подключается, и когда мы дверь закрываем, контакт должен быть замкнутый, только в этот момент, этот момент, когда мы нажмем кнопку 1, статика включится, а то не будет, и во время работы тоже, если дверь открываем, если статика работает, опять, этот, реле отключается, питания не будет на изделии, вот, по схеме этот, и здесь, опять, вот это, про ДС-18-5-20, будете делать, надо адреса, ваших, ваших, ДС-18-5-20 поставить, они, у них у всех, разные адреса, надо сканировать шину, и ваши адреса, чтобы были, а то не будет тоже работать, так, теперь, FL-prog, кратко скажу, что я изменили, в прошлом видео, я так досконально рассказал, но сейчас, вот я что изменили, это сейчас только покажу, так, где статика, вот, здесь, некоторые изменения, идеал, то есть, теперь работает, как, температура, доходит, 67 градусов, и, включается, статика, он, вот это, включает, RS-3, триггер, вот этот, триггер, включается, но, не, запускается, нет, я не правильно, вот, там, этот, статика, включается, светодиод, вот это, LED-2, начинает мигать, то есть, вот генератор, включается, видите, статика, он, как здесь, единица, подается, здесь, ноль, первоначально будет, вот это, начинает мигать, этот диод, начинает мигать, и, после, мы, как, вытаскиваем, оттуда, датчик, вытащили, потом, дверь закрываем, и нажимаем, на кнопку, один, вот, только тогда, RS-3, включается, время, включается, здесь, вот, эта, статика, вот, здесь, единица, появляется, если единица, инверсия, стоит, ноль, и светодиод, перестает, мигать, постоянно, начинает, гореть, вот, отсюда, теперь, поступает, то есть, постоянно, начинает, гореть, так, и, второй, момент, когда, вот, эта, дверь, если, открыта, будет, у нас, если, дверь, открыта, вот, здесь, это, раз, размыкается, вот, эта, цепь, Здесь ноль, и реле отключается. Реле отключается, вот здесь это высокий уровень получается у нас. То есть если разомкнут, то здесь на контакте вот это подключено у нас внутреннее сопротивление, то есть единица получается. Генератор начинает работать, и светодиод опять начинает мигать. То есть, когда дверь открыта, светодиод мигает опять, но питания на реле нет. Вот таким образом, и кроме того, здесь ещё, извиняюсь, вот этот час добавил. Здесь, когда статика включается, вот здесь единица, и генератор, взял генератор такой, подключил. Несимметричный мультивибратор, подключил два входа, то есть на входы уже это даём. Даём значение, вот это в миллисекундах. То есть здесь столько секунд, здесь умножаем на тысячи в миллисекундах. И столько дали, и столько будет включённый состояние, и выключённый состояние. То есть вот реле то включится, то выключится, смотря какое время стоит. Вот такие изменения сделал, сейчас, я думаю, уже полностью вот это готово. Можно уже повторять, как бы, то есть множество, не множество, а несколько ошибок были в схеме там. То есть всё это работало, но не так, как мне хотелось бы. Сейчас вроде всё исправили. Так, здесь всё. Так, эээ, скетч, скетч, схема у меня будет на сайте, но там скетч изменённый уже будет. То есть первоначальность скетча я оттуда удалю, вот новый скетч. А то там, ээ, можете испортить микроконтроллер, можете испортить и этот, эээ, и датчик DS18B20. Сейчас там высокое напряжение пойдёт, сразу они видят и строят, оба, по-моему, видят и строят. Так что имейте в виду, вот я там оттуда удалю старую, старый скетч. И схема новая будет, и скетч тоже новый. Так, вроде всё, о чём я хотел сказать. Спасибо за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok